Я до сих пор жив. Тебя просто завидуют. Как можно поменять Google на что-то еще? Если вы готовы страдать, работать по 12 часов в день, Google хорошо подходит. Тебя нанял Netflix, компания мечты. Привет, друзья! Вы на канале ProgBlog и в Кремниевой долине. И сегодня я привезла вас в еще один офис. Он находится позади меня. Netflix — это платформа для кино в основном. И говорят, платят здесь космические деньги разработчикам. Сегодняшний мой герой вам уже должен быть знаком. Его видео набрало больше 300 тысяч просмотров. Вот он, Алексей. Это нужно. Высу. Отлично, это я. Я думаю, что этого героя вы узнали, потому что твое видео набрало больше всего просмотров. У тебя очень много было хейтеров под видео. Как ты воспринимаешь комментарии? Давай начнем с того, что скажем всем привет тоже. Поздороваюсь со всеми. Большое спасибо, что вы посмотрели мое видео. Для меня это было большим сюрпризом. Я не готовился и не был готов к этому ни в каком виде абсолютно. Тут как-то просмотры росли, росли, становилось все больше. Было очень здорово. Спасибо. Посмотрите еще это видео. Надеюсь, оно вам тоже понравится. Комментарии. Комментарии я читал. Я читаю их достаточно часто. Иногда я даже отвечал, но в основном я ставил лайки по теме, которые мне особо нравятся. Отношения у меня более-менее к ним здоровые. Мне кажется, что даже те комментарии, которые негативные, существуют, они иногда настолько креативные, настолько смешные, что просто приятно читать. Я вот только что открыл комментарии, просто пересмотрел предыдущее видео, посмотрю, какие там комментарии. Не так часто я это делаю. Ну, где-то каждый день, там плюс-минус. Ну, ладно, реже. И под одним из комментариев там, по-моему, 950 лайков, и он потрясающий. Просто зайдите туда, посмотрите еще раз. И поэтому не знаю, как можно иначе относиться. Ну да. Я думаю, что если ты, в принципе, выходишь в публичное пространство, коим являются интернет сейчас и YouTube, то ты, наверное, должен быть готов. И как к позитивным, так и к негативным комментариев. Но по мне так большинство тебя просто завидует. Ну, ладно. Ну, я не знаю. Вообще, мы не просто так собрались здесь обсудить комментарии и твои к ним отношения. Блин, как так? В твоей карьере произошли изменения определенные. Расскажи. Изменения в моей карьере без зоны произошли. Все, кто смотрели предыдущее видео, слышали, что я говорил, что Google лучшее место на свете. И я из него не планирую уходить. Сейчас, наверное, разочаруются, поставят дизлайк, выключат видео и так далее. Но они не смогут, может, что-то узнать. И справа даже смотреть. Суть в том, что где-то в октябре прошлого года я ушел с компанией Google и пошел в компанию Netflix. Netflix – это не самая известная компания в России. И на самом деле Netflix занимается тем, что производит контент, сериалы. И это на какой-то момент, некоторые моменты во времени – это крупнейшая медиакомпания в мире, которая даже чуть больше Disney, как сегодня выяснилось случайно. И им необходимы инженеры, в том числе, как и любой компания в Кремниевой долине. И у них главный фокус в том, что у них есть всякие приложения на телевизорах, на которых они показывают свои сериалы, показывают свой контент и так далее. И у них есть веб-сайт, у них есть приложения для телефонов и всего прочего. Им нужно достаточно много инженеров. Но, наверное, весь вопрос – почему? Как можно поменять Google на что-то еще на самом деле? Google был прекрасным местом для работы. Google был тем местом, где, мне кажется, очень здорово расти. Если вы вдруг только что закончили университет и хотите действительно вырасти, готовы страдать, работать по 12 часов в день, и я до сих пор жив. Google хорошо подходит, потому что это то место, где вас наймут сразу после университета. Собеседование построено так, чтобы вам было проще после университета. И вас вырастят. За вами будут ходить, вам будут помогать, вам в голову будут вбивать все эти лук. Лучшие практики, которые существуют в индустрии. И это потрясающе поможет вам вырасти. Но в какой-то момент в Google становится труднее расти дальше. Это, безусловно, можно делать. Но конкретно в моем случае так получилось, что некоторые внутренние обстоятельства, некоторая внутренняя, может, усталость от Google уже, от того, что я делал одно и то же, накопилось. И ровно в тот же самый день, случайным образом, рекрутер из Netflix просто написал «Привет, приходи на собеседование». И это было такое же обычное холодное письмо, это вот холодный прозвон. Если у вас в LinkedIn написано, что вы работали в большой компании, то вполне вероятно вы будете получать такие письма там раз в неделю, раз в месяц. И там вы будете писать «Привет, это самый лучший стартап в мире, идем к нам работать». Netflix этим грешит, Google это делает, Facebook это делает, все это делают, пришли рекрутерам, надо находить как-то людей. И, соответственно, а у меня так сложилось, и в тот самый момент я решил, а почему бы и нет? Схожу-ка в Netflix. И до этого я много читал о Netflix и слышал, что Netflix сильно отличается по культуре, сильно отличается по тому, как они платят зарплату, сильно отличается по всем аспектам фактически. И очень здорово было попробовать этот опыт совсем другой. И тогда я пошел на собеседование. И на собеседовании удивительным образом выяснилось, что мой предыдущий опыт, то, что я делал до этого, я делал до втулы, это именно то, что им нужно прямо сейчас делать для их, давайте называть это некоторым их маленьким веб-браузером, который они используют, на самом деле полноценный веб-браузер. И им нужны были просто до втулы для этого браузера. Им нужно было отлаживать JavaScript в их странный JavaScript, свой JavaScript-движок. И так удивительным образом все пришли к выводу, что эта вакансия прямо создана для меня, вероятно, я создан для нее. И мы очень быстро обо всем договорились. О зарплате, о том, что быстро прошло собеседование с командой. Netflix, в отличие от Google, проводит собеседование с командой, с людьми, с которыми вы будете работать, что мне кажется очень правильно. Я сразу познакомился с этими людьми, они меня что-то спросили, я им что-то ответил, мы поговорили о том, где они работали. И ребята оказались очень интересными, потому что двое из них работали когда-то в компании, которая называется ThrowTech, они сделали Kuti. Kuti — это такой фреймворк, который был популярен лет 10 назад, может, все еще популярен. Он позволял вам писать одно приложение и запускать его на Linux, Windows и Mac. А тогда это как бы веба еще в таком виде еще не существовало и было важно. И было прикольно с ними собеседоваться. Собеседования были достаточно формальные. Ты так обошел стороной вопрос ухода из Google. Ну, то есть в основном просто хочется как-то резюмировать. В основной причиной было то, что тебе хотелось куда-то двигаться вперед, чему-то учиться. Это очень правильное описание. Мне очень хотелось расти дальше, потому что в каком-то смысле я был сбалован ростом, у меня получалось промоутиться до этого, а тут я понял, что я уперся в некоторый потолок. И чтобы расти дальше, там уже слишком большая конкуренция, чтобы вырасти дальше. И поэтому это в том числе наложилось. Хотелось дальше расти, хотелось попробовать что-то новое. И так звезды сложились. Да, но вот насколько мне известно, когда человек приходит и говорит, ну, я хочу уйти в другую компанию. Группные компании типа Google делают все, чтобы удержать этого человека, ну, как бы условно говоря, относительно, в пределах разумного. Обычно они там предлагают повысить зарплату, посмотреть какие-то другие команды. Были ли такие шаги со стороны Google? Я знаю своего бывшего коллегу по команде Dove to Love, который сейчас собеседовался на Netflix, и в его случае все это было именно так. Но в моем случае, на самом деле, меня спросил мой менеджер, хочу ли я остаться, и может ли вообще что-то случиться, чтобы я остался. И он был заинтересован в том, чтобы я остался в команде Dove to Love, а не в другой. И мы с ним поговорили и решили, что, возможно, на данный момент Google может мне предложить, не знаю, больше денег, больше каких-то плюшек, не знаю, стоков, акций и всего остального. Но это не изменит ту фундаментальную проблему, которая в тот момент сложилась. То, что с точки зрения роста расти было некуда в тот конкретный момент времени. И это было никак не изменить, и менеджер должен сделать этот первый шаг, он должен пойти, соответственно, людям и сказать, надо оставить этого человека, он хочет уйти. Мой менеджер этого не сделал. Сейчас куча комментариев набежит, о-о-о, я чувствую. Ну ладно. И, соответственно, просто этого не было, потому что, как бы, мы сразу решили, что я не хочу оставаться. Правильно ли я поняла, что все-таки ты не собирался, несмотря на то, что вот существовала такая проблема, ну, какая-то фоновая, но ты активно не искал работу. Я не искал работу. Я, на самом деле, для тех людей, кто будет когда-либо искать работу, безусловно, вы должны сходить в пять мест, везде пособеседоваться, спросить везде что да как. Это была авантюра, с моей точки зрения. Я сходил на единственное собеседование. Я получил от них оффер. Мы немножко там, как обычно, поговорили об оффере. Это был худший телефонный разговор в моей жизни. Но суть в том, что мы обо всем сразу договорились, и я даже никуда больше не ходил. Я не искал работу на тот момент, и единственное место, куда я сходил, было Netflix. Здесь у нас Эмми. Я не причастен ни к одной из них, но, например, Верхняя Академия, так сказать, телевизионных искусств выдала за House of Cards. А ты планируешь снимать видео на пенсии? Я планирую снимать видео на пенсии, поэтому Netflix пошел. Так что это транзишн-путь. Вначале инженером приходится на Netflix, но перед этим я должен был заниматься биологией. А помянешь меня в одном из выпусков? Конечно, упомяну, да. Если это будут документальные мемуары. А это как раз-таки попкорн. Да, у нас здесь есть попкорн, но можно приготовить и скушать. Ой, хорошо. Вот так вот. Да. Здесь симпатичный. Да, это главный холл, да, главного здания. Это не самое... Ну, здания все равны, по-моему. Просто один из холл. Вот так вот очередной офис в мою копилочку. А я уже побывала во многих. Ну, не с конфеткой, как-то сюда. Нет, хочу. Я бы сказала, вот такую конфетку. Ну, я сделала небольшую ремарку. Поскольку Netflix не особенно известен в России, да, или там в Беларуси, в Украине и куче других стран. Но здесь он действительно, им очень активно пользуются люди для того, чтобы смотреть там сериалы, фильмы и прочее. Но для разработчиков здесь ходят огромные легенды о том, сколько получают здесь. Я, конечно, задам тебе этот вопрос. Я надеюсь, что получу на него какой-то ответ. Нет, но среди разработчиков Netflix славится тем, что зарплата сильно выше рынка. Вот, ну, то есть, повлияло ли это на тебя как-то? Давай, это хороший вопрос, конечно. Конечно же, я не хочу на него отвечать. Мне трудно говорить о выше рынка либо ниже рынка, потому что, мне кажется, что моя личная ситуация была достаточно уникальная. У нас же был человек, чтобы сделать дофтулы, и тут приходит человек из дофтулов, который говорит, я сделаю вам дофтулы. И здесь нет такого рынка для таких специалистов, как такового, не существует на самом деле. И тут у компании обычно есть такое специальное, так сказать, идея о том, сколько надо платить людям, которые у вас с таким уникальным опытом, идеально подходящим под конкретные вакансии, нужно платить. Это, конечно, выше, чем в среднем по рынку и выше, чем в Гугле, но это в основном потому, что так сошли звезды, и опыт сошел с вакансии. И Netflix, в принципе, если смотреть по деньгам, конечно, платит чисто зарплату всем больше, чем все остальные компании. Но самое важное, что Netflix все платит вам наличкой. Это не классическая схема Гугла, Фейсбука и Майкрософта, где вам вы приходите, вам говорят, привет, вот тебе зарплата, на нее можно жить, и вот тебе еще акции. Акции мы будем тебе выдавать постепенно, в течение четырех лет. Ты у нас, пожалуйста, оставайся, чтобы получать больше в итоге акций. И они тем самым вас удерживают, компания, и, видимо, не знаю, стимулируют к чему-то. А потом еще дают тебе кусок, который... А потом еще дают, так, еще кусок. И так до бесконечности. Слезть с этого крючка очень сложно. Да, золотые клетки. Опять же, про зарплаты позже, чтобы люди досмотрели это видео. Давай логично. Значит, как проходят собеседования в Netflix? По обычной схеме или они чем-то отличаются? Я думаю, что схема более-менее обычная, она не как в Гугле. Собеседование в Netflix проходит, вас находит HR. Он вам пишет, зовет, разговаривает с вами по телефону вначале. HR на удивление много знал о том проекте, в котором он меня нанимает. Он знал очень много технических деталей, что, мне кажется, не всегда случается. И после этого он зовет вас на собеседование с вашим будущим менеджером. Директором, менеджером, наверное. И на собеседование с менеджером вы выясняете, подходите ли вы на эту вакансию, вы обсуждаете, что вам надо будет делать. И уже после этого, после этого разговора, он достаточно неформальный, он может быть за обедом, либо как-то иначе. Вас зовут на дальнейшем собеседовании. Собеседование проводится в один либо два дня. Их, по-моему, 4-5 здесь обычно. И они обычно два технических. Есть домашнее задание. Иногда есть, иногда нет. У меня было домашнее задание. Очень страшное. Потом два технических собеседования. Потом обязательное собеседование с HR. Потому что Netflix утверждает, что у них уникальная культура. У них есть уникальный манифест, который вы можете найти в интернете. И они очень много об этом говорят. И HR с вами долго разговаривает, что как вы будете с этим жить. Приводит вам некоторые примеры. Задает вам классические HR-ские вопросы в духе, какая у вас самая слабая черта. Либо как вы там, ваше самое большое достижение в жизни. Классические банальные вопросы. Ну, на самом деле, собеседование полезное. Потому что HR может задавать много вопросов. Когда вы приходите в Netflix с улицы, начитавшись кучей комментариев о том, что помимо больших зарплат, еще всех подряд увольняют. Тирания, хаос и так далее. HR вас немного успокаивает. У него робота такая. А после этого у вас два обязательных собеседования с вашим директором и директором смежной области обычно. И эти люди просто, опять же, рассуждают о том, что вы можете делать. И больше, видимо, говорят о вашем видении будущего, что вы будете делать. И как это ложится в их видение. И вы обсуждаете это. И директора здесь, они... Директор в Гугле – это человек одного масштаба. Директор в Netflix чуть, наверное, масштаб человек поменьше. Конечно, бывает и большого масштаба. Но просто у нас в компании меньше. Поэтому директор здесь... У них принято, что они 40% времени тратят на то, чтобы собеседовать людей. Потому что так же, как и в Гугле, главная идея в том, что надо нанимать нужных людей. Как только мы успешно нанимаем нужных людей, все эти люди все за нас делают. У меня есть два вопроса относительно собеседования. Один из них – это техническое задание, которое ты получил. То есть ты сказал, что было домашнее задание. Это было очень смешно. Домашнее задание я получил. Мне надо было написать приложение на реакции. Казалось бы, человек, который пишет давтулы и работает над вебом последние 5 лет, должен знать о реакции. Все. Нет. Нужно было написать на реакции. Нужно было немножко пописать моего любимого CSS. Это не то, в чем я силен, мягко скажем. И я, конечно же, с горем пополам написал это задание. Это было сложно для меня. Но мы сразу договорились с моим менеджером, что так как я меня нанимаю делать инструменты, то я напишу задание и подумаю об инструментах. Там, не знаю, посмотрю на реакции инструменты, посмотрю, как их можно улучшить, что-нибудь предложу. И потом на техническом собеседовании, конечно же, домашнее задание проверяли введительным образом. Было очень интересно, когда люди спрашивали какие-то вопросы в духе, а почему ты сделал вот так? Как решить вот эту хитрую проблему и сделать это максимально оптимально? И я стоял там минут 10, растекался мыслью под реву, что давайте делаем так, нет, так, нет, так. Потом приходил к какому-то ответу. Они такие, да, правильно. На второй раз такого вопроса меня спросили, а до домашнего задания ты на реакции как-нибудь программировал? Ответы все правильные, но ты как бы почему-то тебе надо о них думать. И да, и тут я, конечно, рассказал, что я на реакции никогда ничего не писал до этого, но это никак не сказалось ни на каком результате, потому что домашка была более-менее опциональна. Касательно вопросов, которые тебе, ну, так называемые behavioral интервью, вопросы, которые тебе задавали. Ты упомянул, что были такие достаточно стандартные вопросы, но все-таки для многих моих подписчиков это темный лес, потому что никто не понимает, какие софт-скиллы должны быть у специалистов, чтобы его хотели все компании. Вот тебя нанял Netflix, компания мечты для многих. Они еще не знают. Они не знают, но теперь они тоже будут мечтать о ней. Так мы ее разрекламировали. Да, у нас тут есть вывеска и есть бутылочка. А не, мы потом еще поговорим об этой бутылке. Да. Вот, значит, вопрос мой заключается в том, что, вот, допустим, самые стандартные вопросы, парочку, давай тройку, да? Как бы ты отвечал на вопрос, например, о своих недостатках? Самым главным недостаткам. Главным недостаткам хорошо подсветили твои подписчики в комментариях, к прошлому видео. Я слишком много работаю. Как ты с этим борешься? Как я с этим борюсь? Я стараюсь больше времени уделять своим другим увлечениям, на самом деле. И на самом деле я с этим особо не борюсь. Это меня не спрашивали, слава богу, я бы не смог на это ответить. И недостатки... А, недостаток, у меня есть классический ответ про недостатки, потому что так как я не вырос в англоязычной стране, я всегда говорю, что мой главный недостаток, мне надо учить английский, чуть лучше разговаривать. Так как собеседование проходит на английском языке, человек понимает, что я все-таки могу что-то сказать, то это не сильно бьет по моим шансам. Но при этом... Господи, я помню этот комментарий, что очень скользкий типчик. Так вот. В итоге английский... Я, мне кажется, сказал, что да, что я волнуюсь по вопросу английского языка, и что я понимаю, что мне надо еще долго над ним работать. И я продолжаю над ним работать. Как я над этим буду работать, я буду над этим работать. Как рекрутеру могу сказать, что это идеальный ответ. Это правильный. Ты можешь еще... Обычно я советую говорить, что, например, ты не силен в паблик-спикинг, что поскольку вроде бы как есть митинги, иногда тебе нужно об этом говорить, но тем не менее это не главная твоя способность и не главная твоя задача в работе. Хорошо. Не будем уже углубляться в этот вопрос. Расскажи о том, как устроен рабочий процесс в Нетфликсе. Недавно я прочитал статью о том, что все команды в этом мире, айтишные, можно поделить на две части. На, грубо говоря, деспотичные команды, где очень строгие процессы код-ревью, очень строгий тиран-деспот, который ваш тимлит, который следил за тем, чтобы муха в код не просочилась, и все было идеально. А есть команды, которые больше напоминают Дикий Запад. Полнейшая свобода. Делайте все, что хотите. И, как правило, за этим даже следует ответственность, потому что свобода без ответственности – это анархия. И Нетфликс именно такая компания, и, по крайней мере, в нашей команде очень много свободы. Иногда ее через край. Вы просто делаете то, что считаете нужным, вы отвечаете за это. Важно отметить, что Нетфликс говорит о том, что они не нанимают джуниоров вообще, они нанимают только сеньор, софтер-инженеров и выше, и, возможно, это для них работает. Поэтому нету код-ревью у нас конкретно, оно очень сильно опциональное, что для меня прямо после Dove to Love, Хрома и того прекрасного кода, который мы все вместе писали, обсуждали, он всегда был в трех головах. Это всегда происходило долго, иногда мучительно, иногда вы ненавидите ваших коллег за код-ревью, но в итоге продукт получается лучше. Здесь продукт удивительным образом тоже получается на высоком уровне, но код-ревью нет. И, соответственно, процессы все такие, процессов как таковых не существует. Вы делаете то, что считаете нужным, и это интересный опыт. В этом плане, что вообще никаких ограничений. Хотите что-то закоммитить, коммите. Хотите делать фичу, делайте фичу. Иногда лучше спросить у кого, кто в этом лучше разбирается, чем вы. Ну, это опционально. Обычно все спрашивают. Расскажи о стаке технологии, которые вы используете. Стак технологии. А я от DevTools дальше пилю. У меня просто действительным образом так получилось, что я ушел из команды, где я делал DevTools, и пришел в другое место, где делал DevTools. Как бы, видимо, от DevTools нельзя убежать. И, соответственно, стак технологии у меня такая же. Я очень много пишу на C++. Пишу на JavaScript, на нашем фреймворке с самописом для DevTools, который мы там используем. Это не React, поэтому я не знаю React. И, соответственно, на CSS, HTML, C++, иногда какие-то скриптики на Python. Все, что нужно, на том и пишу. У меня, на самом деле, нет такого, что надо именно на конкретном языке писать, но стак технологии на данный момент такой. Я знаю, что в компании популярны Java еще. Очень много людей пишут на Java. И на удивление есть люди, которые пишут на Noda. Я с ними общался на конференции, здесь я с ними не сталкивалась, но они есть. Прямо на Noda, в продакшене. Да. А в Google ты работал в команде, которая была привезена из Санкт-Петербурга. Ну, соответственно, там все говорили по-русски. И культура твоих коллег тебе была понятна. Вот сейчас у тебя в команде очень разношерстная. Мы встретили твоего одного коллега-итальянца. и другие есть коллеги из других стран. Расскажи вот о том, насколько вообще в целом отличается в компании культура здесь и в Google. Ну, ты уже затронула эту тему немного. И насколько тебе вот сложнее или легче, интереснее или неинтереснее работать в команде с разных людей. Я совершил ошибку, когда я уходил из Google и приходил в Netflix. Нормальные люди, когда меняют работу, если вдруг будете это делать, учтите мой опыт, они берут хотя бы недельку отпуска между старой и новой работой. Либо месяц. Либо лучше, полгода, я не знаю. Ну, хотя бы недельку возьмите. Потому что в моем случае как было, я в среду закончил работу в одном месте, где все говорили по-русски, где я всех знал, где, ну, мне кажется, у нас дружеские отношения со всеми были. Все ходили на обеды, все было кайфово. И на следующий день я пришел в место, где я никого не знаю, все говорят на английском, все из разных стран, у всех разная культура. Вот как раз того самого итальянского коллегу наняли более-менее в те же даты, что и меня. И так получилось, что случайно мы заговорили о футболе, и он спросил, за какую итальянскую команду я болею. Господи, здесь, кажется, тут тоже закидает. Но я сказал, что я немножко смотрю за Ювентусом, я не в ни в коем случае небольшой фанат, но немножко смотрю, это было моей ошибкой, потому что он итальянец, он все-таки, мне кажется, болеет не за Ювентус, потому что он просто встал и ушел. Но в принципе, в целом, нет такой вещи, как командные обеды. Ребята сейчас ходят, ребята изначально брали меня обедать, сейчас я тоже иногда хожу с ребятами обедать в основном, когда нам нужно что-то обсудить. И в этом плане вначале было безумно тяжело без этого всего, а сейчас более меня язык подтянулся за счет того, что приходится, выбора нет, что-то шутим, что-то смотрим, иногда ходим обедать, почти как в дефтулах, чуть-чуть скучаю по дефтулам. здесь будет грустный смайлик. Да. Я надеюсь, что твои коллеги, некоторых из которых я знаю, посмотрят это видео и, возможно, придут ко мне тоже сюда. Да, будет неплохо. Вот, значит... Ты еще сказала, да, о культуре. Да, об общей культуре, да, спасибо, Такой вот я интервьюер. Привет, Юрий Дудю. Возьми меня к себе, да? Да. Ну, ладно. Суть в том, что культура немножко заточена на результат, все значительно более ориентированы на результат и меньше движений. Конечно, все смотрят на то же самое разнообразие, на доверси. Это, конечно, важно. Мы хотим быть очень разнообразной командой, потому что разные люди из разных стран приносят вам разный опыт. Если вы пытаетесь сделать продукт для всей планеты, вы, естественно, образом хотите иметь людей из каждой части планеты, потому что они приходят и говорят, вы все делаете неправильно в моей родной стране и вы вместе делаете продукт лучше. У меня такой взгляд на диверси, он может быть и другим. Вот. Но здесь это пушится, мне кажется, меньше, чем Гугля. Гугл в какой-то момент стал... Там еще были некоторые известные скандалы с этим всем и люди сильно политизировались. Они начали ходить там протестовать, бастовать вокруг офиса пару раз, что слегка мне начало казаться, что отвлекает меня от работы. Это очень важно, очень важно проявлять свою позицию гражданскую и проще, но в тот момент мне казалось, что я хочу работать и я хочу просто сидеть и работать. Если я хочу проявить свою политическую позицию, я проявлю, но позже и может в другом месте. Вот. Здесь этого значительно меньше, вот именно такое. Здесь очень сильная ориентация на работу, всем очень важно пушнуть новую версию как можно быстрее, поэтому как бы общая культура заключается в том, что те вещи, о которых в Гугле разговаривали и обсуждали много, проводили всякие митинги, тренинги и все прочее, здесь отсутствуют. Потому что у вас есть свобода и ответственность. Вы свободны, хорошо оттестись ко всем вашим коллегам и ответственность. И ответственность узнать о том, как общаться с этими коллегами, чтобы их не обидеть. Про культуру еще важно отметить, что есть такой интересный формат всех, кого наняли, их там объединяют в небольшой группе по 10-15 человек и назначают полчаса времени, не так уж много, в которой вы можете поговорить с ридом-хастлингом. Это наш CEO, достаточно известный человек в долине и на самом деле он входит в список форумс на каком-то месте, у него там очень много миллиардов денег. Очень страшно было перед этой встречей, на самом деле нет, но с тем, что эти полчаса вы можете задавать любые вопросы, он на них более-менее отвечает и это достаточно интересный формат. И мне показалось, что это обычный человек, как всегда, оказывается, все люди, у которых много денег, особенно в долине, оказываются абсолютно нормальными обычными людьми, без никаких, не знаю, странностей. Он очень толковый и отвечал на все вопросы и в каком смысле мне было очень приятно, что я могу что-то спросить у CEO, получить ответ от него и ответ был, я полностью устраивал. Какие вопросы ты спрашиваешь? Я так спрашиваю о будущем, о том, что вот у нас есть Disney, который будет с нами конкурировать, вот Apple может запустить что-то там. Ну, такие вопросы, я не знаю, могу я о них рассказывать либо нет подробно. Ну, то есть ты... Ну, я просто спрашиваю о будущем. Я, конечно же, не приходил и не спрашивал «Здравствуйте, Рид, какой фичи вам не хватает в Chrome да в Тулах?» Мало вероятности, что она знает о моем существовании, но суть в этом. Да. Ну, это отличная традиция, да. В Гугле такого не было. Теперь я фактически в одном рукопожатии от него. Я, к сожалению... Ну, да, давай будем говорить так. Да, но он сразу начинает эти встречи с того, что раньше, когда мы росли медленнее, компания Netflix, он мог на кухне с каждым встретиться у кофемашины и поговорить. Сейчас, к сожалению, не хватает его. Роскошь. Возвращаясь к деньгам. Смотри, как бы так тебя спросить, я понимаю, что все у нас под NDA, но один из таких популярных комментариев, который был под прошлым видео, ты говорил, что при зарплате в Google, а мы знаем, что зарплата в Google достаточно хорошая, у тебя по расходам выходила в ноль. И все люди неудумевали, как такое возможно. Сейчас ситуация изменилась? Да, изменилась. Сколько у тебя остается от зарплаты? Я хочу сказать, что на самом деле, когда я говорю, что я в Google выхожу в ноль, я немножко, так сказать, так было, когда я только переехал, первый год, и в тот момент так выходило. И, ну, безусловно, я продолжал откладывать в обязательный пенсионный фонд, он не обязательный здесь, все эти планы пенсионные. Я туда откладывал деньги, поэтому чуть-чуть я все-таки откладывал тогда тоже. Это было немного. Но так всяко эти деньги в Америке можно снять только когда вам стукнет сколько там лет. Пенсионный возраст в Америке давно не повышали, я не знаю. Какая опасная тема. Да. Так вот, если там, что здесь остается больше, здесь вам получается откладывать больше. Ну, есть процент какой-то, сколько ты откладываешь? Мы же не знаем ту твою зарплату. Да, вы вообще ничего не знаете, но сейчас еще пять интервью вы собираете этот пазл. Скоро вычет. Маленький кубик-рубик. Ну, или на сколько у тебя увеличилась зарплата? Я думаю, удивительным образом мне начали платить в больше, чем полтора раза, чем в Гугле. Даже чуть побольше, чем в полтора раза. То есть, ну, и как бы вся эта разница, которую мне начали платить сверху, то, что платили в Гугле, я теперь могу откладывать. потому что как бы в Гугле я выходил в ноль, как вы все знаете, а тут чуть сверху. Ну, опять же, возвращаясь к этой теме. Вы можете зайти на известные сайты с зарплатами, и там достаточно точные цифры иногда встречаются, как всегда, и те цифры, которые там кажутся выше, чем у всех остальных, они более-менее правдивы. Отлично. Это мы говорим про сайт Glassdoor. Glassdoor, да. Зарплата. Зарплата часто складывается из базовой зарплаты, да, там часто это бывают стоки, и бенефиты, которые тоже очень интересны людям, и которые могут либо человеку покрыть дополнительные расходы, либо наоборот их открыть для него, да, такие как медицинская страховка и прочее, прочее. Расскажи, как дела обстоят в Netflix с этим. Мне было очень страшно, я читал комментарии в интернете при тем, как сюда пойти, и комментирующие в интернете часто писали, что все плохо, что бенефитов ноль, что медицинская страховка вам придется покупать самим, она плохая и бла-бла-бла, но всегда, когда вы слышите что-то в интернете, на ютубе, либо читаете комментарии, иногда, если вы можете это проверить, обязательно проверяйте. В данном случае есть сайт benefits.netflix.com. Каким-то удивительным образом он не проиндексирован куглом, он не ищется. Это, может, провал, либо специально так сделано. Там все бенефиты расписаны, они чуть отличаются, чем в гугле, от гугла, потому что в гугле вам все, медицинскую страховку выдавали просто так, все остальное выдавали просто так. Здесь у вас есть дополнительно некоторая сумма, по-моему, 15 тысяч долларов, которую вы можете потратить на медицинскую страховку. По американским меркам это не очень много, на семью из двух человек этого хватает. Если у вас есть дети, то вы будете чуть-чуть из своего кармана потом доплачивать. Там, по-моему, 18 тысяч в год стоит страховка, такая более-менее хорошая. Вот. Зарение еще есть, как всегда, страховка по зрению. У вас кормят здесь? Да, здесь кормят. Да, вот там, сзади тебя не есть. Посмотрим. Мы находимся на кухне Нетфликса. И здесь меню. Что ты сегодня ел? Сегодня на обед что-то было очень вкусное, завтрак я пропустила не спала на завтрак. А на обед блокнотное мясо, какая-то очень вкусная курица, не острая, без замечательных индейских суммусов, индусских. Индийских, индусских. Я сама не знаю, как вы. Нет, правильно, да. И отлично кормят. Но здесь, в отличие от Гугла, Гугл сам все это менеджер. У него свои повара и все остальное, у этих все наусорс, и здесь специальные люди приходят и, соответственно, готовят. И они меняются постоянно, они там ротируются, меняются кухни, меняются все, что угодно, и, мне кажется, их даже в конце года заново новых нападут. Где вкуснее кормят? В Гугл или в Нетфликс? Иногда здесь лучше. Я хочу сказать, что в Гугле в среднем было всегда хорошо, а здесь, наверное, попадаются потрясающие блюда. Но при этом, если тебе вдруг сегодня заходит кухня в одном месте и во втором месте, ну, то все. То ты ешь то, что дает. А в Гугле все-таки 20 кафе, там как-то как-то все понравилось, пошел дальше. Дополнительно стоит отметить, что Нетфликс оплачивает Uber вам. Если вы вдруг хотите ездить на Uber, и Нетфликс оплачивает Uber. Не надо делать такие глаза, потому что это не так хорошо, как кажется, потому что Нетфликс-то очень щедрая компания, но местная налоговая считает, что когда Uber... Да, что это доход. Что когда Нетфликс оплачивает вам Uber, он на самом деле не платит 20 баксов за вашу поездку, а он вам платит 20 долларов вашего дохода, и вы должны заплатить с этого 40%. Поэтому если вдруг хотите всю оставшуюся жизнь ездить на Uber, то вы будете постоянно платить с 40% обратно. Не знаю, кому, видимо, в налоговую. Я знаю, что в Нетфликсе платят одним куском, то есть кэшем, условно говоря. При этом компания Нетфликс очень перспективная, и, возможно, было бы хорошо, чтобы они платили акциями. Есть ли какие-то опции для тех, кто хочет обладать акциями Нетфликса для внутренних сотрудников? Вопрос. Мне кажется, у Нетфликса самая сложная программа по поводу акций, которую я встречал в своей жизни. Видимо, потому что я в основном встречал только гугловую, которая очень простая. Вот те стоки, они твои через некоторое время. И это очень просто. В Нетфликсе все значительно сложнее. По поводу роста Нетфликс это все еще, видимо, быстро растущая компания, поэтому она иногда вырастает на 100%, иногда падает на 60%. Но суть в том, что здесь вам все действительно выдают наличкой. Такой чемодан с деньгами каждый месяц. Ладно, на карточку переводят, так уж и быть. История в том, что у вас есть дополнительный ползунок, которым вы можете воспользоваться, который говорит, что я хочу получать не всю эту сумму долларами, а часть этой суммы я хочу потратить на опционы. При этом Нетфликс выдает вам опционы по хитрой схеме. Вы в каком-то смысле покупаете их по 40%. Для того, чтобы не вдаваться в всю эту математику, это все приводит к очень простому замечанию. Если вы вложите 10 тысяч долларов, то до того, как компания вырастет на 40%, пока она не вырастет на 40%, вы все еще в минусе. Как только она вырастает на 40%, вы выходите в ноль и можете получить свои 10 тысяч долларов обратно. Но потом, когда компания будет расти, каждый доллар, который вы бы заработали, если бы просто купили акции Нетфликса, вы вместо этого будете зарабатывать 2,5 доллара. Это очень хитрая математика, я три раза пересчитывал, но это взрывает мозг, да, и мне пришлось очень долго это пересчитывать, и я на самом деле ни копейки туда не откладываю. Вот. Да, и Нетфликс, как и любая другая компания в долине, матчит все ваши пенсионные отчисления, то, что вы отчисляете, компания в долине обычно от 50% до 100% вам за свой счет отдают. Потому что я с удивлением узнал, что деньги, которые я до налогов складываю в пенсионный фонд, есть очень важно в Америке, что вы до налогов делаете, что после, потому что 40%, сейчас они до налоговые, но когда я выйду на пенсию и начну их снимать, вот тогда-то я заплатил еще эти 40%, а я надеялся, что нет. Да, это правда. Нужно быть, живя в Америке, очень хитрым и очень осведомленным, чтобы все получалось и от этого не платить лишние налоги. Об этом, мне кажется, вообще нельзя разговаривать. Сейчас налоговая придет, она спасает с тобой. Нет, ну да. Но все же легально. Еще вопрос, опять же, я никак не отцеплюсь от этой темы зарплат, но очень важно понимать, что когда ты получаешь оффер, что это не всегда окончательная его, неокончательные цифры и что его можно каким-то образом улучшать. Ты упомянул, что вы немножко поторговались, и это был самый ужасный разговор в твоей жизни. Расскажи, почему он был самый ужасный. потому что меня, на самом деле, предложили больше, чем мне платили в гугле, и поэтому казалось бы, что я вообще что-то еще спрашиваю. Но, как всегда, кажется, что когда тебе что-то предлагают, глупо не спросить, чуть-чуть побольше, давайте подвинемся чуть-чуть, пошевелимся туда-сюда. Но вот здесь в него попался рекрутер с такой настоящей схваткой. Он схватился в свою цифру, и вот мы начали долго обсуждать, меня очень сильно пушили в то, что если тебе нужно больше, скажи, почему? Скажи, у тебя есть какие-нибудь, так сказать, другие знания, data points, как это по-русски, не знаю, data points, и, соответственно, есть ли у тебя что-то? Я говорю, ну, я не могу так говорить, потому что уникальная ситуация, что мне кажется, не говоря, что мне кажется, достаточно уверенно говорил, что уникальная ситуация, что я могу вам, мой опыт позволяет вам очень быстро продвинуться в этом вопросе, вам не надо нанимать много людей, и мы все сделаем быстро, четко, и уникальная ситуация, давайте чуть побольше. Ты справился с рекрутером? Нет. Меня настолько сильно пушили обратно, что меня очень сильно пушили. У меня такого давно не было, в Америке отвыкаешь от того, что тебя пушуют. Здесь как-то культура устроена на том, что люди стараются не пушить тебя лишний раз. И я отвык от этого, такого резкого. И мне кажется, что я мог бы их столкнуть дальше, если бы сказать им, что хорошо меня не устраивает ваш оффер, я не пойду. Тогда, наверное, через две недели они бы мне написали, ладно, чувак, вот тебе еще денег. Я думаю, что так бы было, но... Но было немножко страшно. Мне не было страшно, мне просто хотелось это закончить. Я очень не люблю незаконченных дел, и хотелось это закончить. А еще меня пушили по поводу того, что мне говорили, вот тебе сумма на словах, но письменный оффер мы тебе не дадим, потому что как только ты его получишь, ты пойдешь в свой Google, либо не Google, куда угодно, и они тебе смачат это предложение, и получится как обычно, что мы такие бедные, несчастные, так много обжигались на этих ушлых инженерах, которые приходят к нам за оффером и остаются у себя. Эту письменную офферу мы тебе не даем. А вот с этого, после этого у меня резонный вопрос, а вот цифру мы обсуждаем, она окончательная, либо нет? Она такая, да, окончательная. Ну здорово, тогда я могу и без оффера подумать. И она такая, у тебя одни сутки. Мы только что говорили, что одни сутки с момента, когда мне письменный оффер пришлет. Что происходит вообще? Что за трэш происходит? Я к этому не готов. На этом мы распрощались, на самом деле, но буквально через 15 минут мне написал менеджер и сказал, что возможно мы недопоняли друг друга, что конечно я могу думать сколько угодно, что эта цифра не сгорит через день, но это было очень сильно пушинг. Прямо сейчас, прямо вот через день вот надо подписать. Но я в итоге на самом деле подумал день, сказал менеджер, прислали мне оффер, все подписало и ушел. Здесь еще так классно в долине, что все офферы в электронном виде к вам приходят, вы там тыкаете мышкой 5 раз, там еще подпись за вас генерируется, если вы очень ленивый, не хотите мышкой рисовать, и все, и все готово. Ты в прошлом видео, если говорить в прошлом видео, ты жил в Сан-Франциско, ездил в Mountain View, дорога у тебя занимала в районе часа, правильно я понимаю? Да, иногда и больше, если в пробках. А сейчас ты уехал еще дальше, компания Netflix находится в Лос-Гаттесе, и вот я сейчас, живя в Mountain View, ехала сюда почти 40 минут. Сколько ты ездишь? Почему ты не переедешь сюда? Мне кажется, что ты, как всегда, выбрала неудачное время, чтобы поехать, потому что на самом деле я езжу сюда тоже где-то в районе часа, даже, наверное, минут 50, потому что, во-первых, я стал ездить на работу чуть позже, но я и ухожу позже, 12 часов, наверное, теперь не получается, это отдельная тема для разговора, но суть в том, что я еду Америка, страна автомобильных дорог, и здесь есть 101-е шоссе, которое там 12 полос по 6 в каждую сторону, в РУ по 4, мне кажется, и есть рядом 280-е, Обожаю, 280-е. Там очень красиво, потрясающе. Если вы вдруг приедете сюда, вам просто надо там проехать, там потрясающе красиво. Я недавно сняла, как там туман ложится на вот этот вот холм, и я вставлю это в видео обязательно. Отлично. Очень красиво. Правда. И в связи с тем, что оно-то как раз 4-6 полосное, там бесконечное количество полос, и там достаточно мало трафика, удивительным образом. И если вы едете в 9 часов утра, то я доезжаю за 50 минут, я доезжаю до тут быстрее, я доезжаю до тут значительно меньше нервами, чем до Гугла, потому что после того, как я еду по этому шоссе, я съезжаю на другое шоссе, на очередное, и я прямо вижу этих людей на противоположной стороне, с которыми ты сейчас стоял в пробке в эту сторону, которые едут, видимо, в Гугл, и там стоит бесконечная пробка, там на карпуле, где можно, если вы едете вдвоем в машине, ехать, типа быстрее, тоже пробка, а я еду спокойненько с другой стороны дороги, вообще без пробки, потому что я еду против трафика. Ну, ты в прошлый раз рассказывал, что ездил на шаттле и работал уже из шаттла, а сейчас ты ездишь на машине. Подписчики волновались о моем зрении, я помню, поэтому я решил учесть их пожелания, поэтому сейчас я езжу на машине, я слушаю аудиокнижки, новые, так сказать, увлечения, и иногда я езжу на шаттле, как и там, но шаттла здесь просто меньше, и когда автобус меньше, его больше трясет, вас больше укачивает, и то он как-то менее комфортабельный просто для работы. В прошлый раз ты, опять же, мои подписчики волновались, что ты работаешь 12 часов в день, они говорили, нет, я не пойду в гугл работать, но сейчас такая же ситуация, ты работаешь по 12 часов в день? Сейчас у меня свобода ответственность прямо бьет ключом, поэтому интересным образом, когда я прихожу на работу, я работаю много, я работаю дома много, и на самом деле, опять же, в тысячный раз никто не заставляет, мне просто очень нравится это делать, я не знаю, если вы любите играть в футбол, вы будете играть в футбол, сколько вам позволят ваши силы, грубо говоря, в оба тоже поиграть, это отдельный вопрос. И суть в том, что я работаю много, но в Нетфликсе отдельно надо отметить по поводу всех перков и бенефитов, такая вещь, как безлимитный отпуск. В гугле был отпуск ограничен конкретным числом дней, здесь такого нет. и обычно, например, у некоторых других компаний заканчивается тем, что люди очень редко уходят в отпуск, потому что безлимитный, кажется, непонятно это сколько. И как бы, если все вокруг не уходят в отпуск, почему я пойду, да. но здесь на самом деле иначе, и менеджеры сильно тебя пушат, чтобы ты ходил в отпуск, и поэтому вот эта полнейшая свобода привела к тому, что какое-то время в январе-феврале, когда мы ездили кататься на лыжах и сноуборде, я работал по 4 дня в неделю. По 12 часов, но 4 дня, 4 на 12, 48, все равно больше, чем 8 по 5, но уже что-то я работаю над собой и пытаюсь становиться лучше. Но суть в том, что отпуск очень гибкий и можно работать из дома тоже очень гибко. В Гугле тоже можно было, но почему-то как-то меньше я к этому стремился, здесь это очень гибко. И в итоге работаю иногда из дома, иногда 4 из 5. Но с другой стороны, я сейчас занимаюсь некоторым проектом, который мне очень хочется сделать как можно быстрее. И он очень крутой. И всем от этого станет лучше. Почему мы будем не заниматься все свободное время? Опять же, не все. Вот мы ездили кататься много на Тахо, если снега не хватает. Тут тоже у тебя разнительные перемены. Да, да. Из Гугла в Нетфликс, из Слыш... Вернее, с Сноу... Может, не будем об этом? Мне кажется, больше же хейтеров и бежит, нет? Давай, побьем, побьем рекорд. Там 300 с чем-то, тысяч. Я катался очень долго на сноуборде, исторически долго на сноуборде. И, мне кажется, достиг чего-то, но в какой-то момент решил пересесть на лыжи. И сейчас всем говорю, что лыжи лучше сноуборда. Зачем я это сказал в словах? А Нетфликс лучше Google? Они разные. Нетфликс сейчас очень активно вкладывается в open source. Как думаешь, зачем этой компании? Да, конечно, мы вкладываемся. Когда я говорил, что давайте все делать open source, мне говорили, конечно. Как и любая IT-компания в долине, open source видят методом само-пиара. И, так сказать, когда вы делаете что-то красивое сообщество, люди сообщества, инженеры будут это видеть и приходить к вам на работу. Очень просто. И отдельно у меня точка зрения, что, например, когда вы делаете инструменты, вам критически важно количество пользователей. Потому что, чтобы сделать что-то хорошо, это значительно проще делать, когда у вас очень много пользователей. Когда вы делаете для 10 человек, очень сложно довести до ума. Если, тем более, у вас безграничное, так сказать, пространстве идеи, что вы можете сделать, и очень сложно ограничить это пространство, то вам критически важно иметь больше пользователей. Продукты лучше получаются. У Netflix еще очень хороший, крутой, прям технический блог. Кто этим занимается? Ты знаешь? Я не знаю конкретных людей. Я точно знаю, что когда меня нанимали, мой менеджер скинул мне статью, которая была написана на тот момент будущим коллегой. Мне кажется, не он писал, но он помогал специальному человеку, который писал. Я не знаю, кто только это пишет. В завершении этого интервью у нас сегодня есть конкурс. Мы подражаем Юрию Дудю, а точнее, просто хотим разыграть, что расскажем. Так как мы часто едем кататься, это идеальный термос. На нем написано Netflix, он красивый, он черненький, он очень долго держит тепло, в него вы можете налить горячий чай, можете налить что-то покрепче, если хотите. Не знаю, зачем термос наливать, что-то покрепче. Но суть в том, что я думаю, можно одну либо две бутылки отправить подписчикам, и, соответственно, для того, чтобы ее получить, что нужно сделать. Да, не просто же так, правда? Да, просто так, наверное, глупо будет. Мне очень понравилось очень большое количество комментариев, которые люди написали, и хочется, на самом деле, услышать, так как все-таки всю свою жизнь сознательно в индустрии я делаю инструменты. Наверное, мы отправим эту бутылку человеку, точно, абсолютно точно. Даже, даже если буду это я, нет, я не буду писать, ничего, ну ладно, давай четче сформулируем. Условия конкурса. Написать в комментарии тот случай, когда вам как-то помогли какие-то инструменты. Не обязательно говорить о хромдов туз, не обязательно говорить о чем угодно, вы, не знаю, молотком гвоздь забили, это критически было важно в вашем момент, именно в тот момент в жизни. Вам просто надо описать эту ситуацию, можно кратко, можно как-то, наверное, через некоторое время мы соберемся и прочитаем их все, выберем самый крутой, можем отдать одну бутылку человеку, у которой будет просто больше всего лайков, а вторую там, у кого мы выберем. А второй, кому мы выберем. И где мы будем объявлять? Ты заведешь телеграм-канал или слэк-канал. Я заведу телеграм-канал. Да, и мы его поместим в описании к этому видео, и там объявим победителей конкурса, Отлично. Поэтому обязательно подписывайтесь в этот канал, возможно, мы еще где-то продублируем эту информацию, но точно у тебя в телеграм-канале. Да. Это будет мотивацией, я почти каждую. Вести телеграм-канал, да. И писать больше в инструментах о вебе и о будущем. Да. И последний. Отдельно, да. Я очень рад, я получил очень много фидбэка от разных людей, очень много людей мне писало, и все, все крутые. Большое спасибо, что вы посмотрите, посмотрели то видео, смотрите это. всех, как сказать, обнимаю. Люблю. Но отдельно мне хочется выделить одного подписчика, я надеюсь, подписчика, я не уверен, это молодой человек Даня, который посмотрел предыдущее видео, вдохновился, и сейчас начал активнее заниматься программированием. Я слышал, что он пытается поступать в ЭТМО, и хочется отдельно пожелать ему удачи. Ты самое главное искал, сколько Дане лет? Дане 10 лет, если не ошибаюсь. 10 лет? В районе 10 лет, да. Такие у меня есть подписчики. Да, и я очень рад, что как бы на всем этом Ютубе человек нашел такое полезное видео и вдохновился этим заняться, и много ему успехов, удачи, и надеюсь, что у него все получится. Здорово, спасибо тебе. Я знаю, что ты сейчас слушаешь какую-то крутую книжку, которая тебе очень нравится. Напоследок. Да, напоследок хочется что-то, что может быть еще даст дополнительное вдохновение для моих подписчиков. Я в последнее время послушал много книжек удивительным образом, много времени на дороге трещу, говорю, что всего час, да, ладно, час в одну сторону, 2 часа, 10 часов в неделю, можно что-то послушать. Недавно мне коллега посоветовал здесь книжку, она называется «Жизнь 3.0», она описывает некоторые рассуждения некоторого известного в тусовке искусственного интеллекта человека, который рассуждает о том, как мир будет выглядеть, когда наконец-то мы изобретем искусственный интеллект. Книжка начинает с того, что, возможно, мы в ближайшее время его не изобретем, поэтому, ну, если вдруг, то надо быть готовыми. Очень интересно, очень хорошо слушается, и такая достаточно легкая, обязательно прочитайте, послушайте. И в самом окончании хочу сказать, что сегодня на моем канале стало 50 тысяч подписчиков. Мне кажется, это знаково, и правда, это большая заслуга твоего видео. Я надеюсь, что это принесет мне тоже много подписчиков. И я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты откликаешься на мои просьбы и, может быть, даже инициируешь их делиться своим опытом, своей историей. И ребятам, которые смотрят меня, тоже большое спасибо. Тебе тоже спасибо, и огромное спасибо подписчикам. Пожалуйста, пишите комментарии, я обожаю их читать. И бутылочка вас ждет. Все, всем пока, встречаемся в следующем выпуске. Пока. Вообще, ты туда, я туда. Они мне не платят, нет смысла никакого. А это тоже Netflix? Вот эти платят, а эти нет. Вот это какое-то произведение искусства. Ну, давай рекламу, может, они сейчас заплатят, за то иди. Смотрите, маленькая кнопочка. А это протеин, типа, или что это такое? Да, это протеин. Обычно вам надо накидать туда протеины и долго взбалтывать, как дурачок. Извини, пожалуйста, это... А тут, наверное, на кнопку и все отлично работает. Да. Вот такая фигня. Вообще отлично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова